здравствуйте дорогие друзья хочется снимать когда происходит что-то такое эмоциональное эмоционально трогающее кто смотрел видео уникальная история оси на беременности тот знает как обнесли обнесли в смысле ограбили мою машину обчистили до пакет купленный практически за последние деньги но это не считая лекарства дорогостоящих в общем этот пакет с детскими вещами еще не родившегося нашего ребенка украли совершенно без зазрения совести они видят ой новые вещи в общем про совесть тут решение детей за вещи снимают детей о чем ты говоришь в общем кашельцу убивать хотя бы подбери в общем всем понятно что маленький вот заяц плачет теперь уже плачет понятно теперь уже нет любимой игрушки как обычно выбросил из коляски вот эту грызилку такую классную такую круглую из израиля подарена вот такая классная красочная была круглая большая наверное дорогая не знаю но всяком случае у нас я таких не видел такая знаете мягкая эта штука такая резиновая вот до грызун так в общем он бы ее выбросил мы прошли несколько метров буквально обнаружили что его нет буквально прошло но я не знаю но может две минуты мышь бегом назад проверять нету нигде нет по прямой шли просто равнина обзор кругом обзор кругом на 150 метров до нигде нет вот как такое может быть а до этого мы шли и положили шапочку кем-то потерянную детскую на парапет кто-то потерял шапочку детскую но шапочка не очень нужна такая красочная классная штука явно кому-то нужно мы ребята пока у нас без зазрения совести будут грабить грудных детей знаю из дерьма мы не выберемся это просто за гранью добра и зла я всегда говорю что это просто пипец полный не знаю это как ограбить больного старика немощного инвалида вот точно так же ребенка грудного сколько нужно иметь подлости в организме говна чтобы такое сделать среди всего этого мы живем ежедневно смотрим на этих людей которые нам мило улыбаются и тут же крадут нашего ребенка удивительное место как можно иметь потом чувство патриотизма ребят как можно любить свою страну если она населена вот такими людьми нету бутылочку нам оставили поставили мы вернулись потеряли бутылочку бутылочку поставили на клумбу мы вернулись стоит потому что там район там где ходят ты нормально чем выше уровень жизни людей там бутылочку оставили здесь получается набережная все приезжие я никого не хочу обижать но так получается за нами шли и мы уронили тут же подобрали людей может быть это не местные может это какие-то мало обеспеченные ну вот так у грудного ребенка тут же украсть игрушку причем нужную игрушку нужную для того чтобы чесать десна потому что зубиков еще нет зубики должны вылезти у меня нет слов это просто уникальная подлость ну и поскольку мы начали тему воровства то вот вам еще один жирный такой жирнющий пример о том как жить нельзя в общем я уже рассказывал о том что у меня украли видео там где я брал интервью ну как бы интервью я присутствовал на встрече с андреем полтавой известным видеоблогером который ведет канал там где он в чат рулетки разговаривает с ватниками потом все это выкладывает в интернет показывает о том какие наши братья россияне на самом деле он это видео совершенно спокойно украл поместил на свой канал сверху по-хамски нагло налепил свою лого свой логотип налепил выставлял как свое видео фишка в том что андрей полтава разрешает выставлять свои видео свои собственные его полтавы видео на чужие каналы пожалуйста кто хочет тут может выставлять но указывать все его значит координаты там его номера карточек куда ослать деньги там на на для воинов а то там для него лично и так далее этот я не знаю дурачок то ли подумал что это видео полтавы ну как как можно было подумать что это видео полтавы если это было на моем канале среди моих видео я без всяких координат полтавы в общем дурачок явно он значит берет это видео выставляет я ему пишу под видео что мол если вы берете чужое видео то неплохо было бы предупредить предупредить меня об этом да я вообще-то лучше этого не делать ни ответа не привета я значит кидаю жалобу в youtube ему дают страйк что такое страйк это такое значит мощное предупреждение 3 предупреждения в течение по полугода и твой канал просто напросто банят вот и все это существо извините его по-другому не могу называть мне пишет в таком ключе мол слышь ты разбань там это сними страйк с ними страйк я же какой страйк чё я написал жалобу у меня страйк из-за тебя выписали слышь отзови жалобу я говорю что мол поезд ушел чувак во первых не надо ко мне так нагло обращаться во вторых не здрасте не извините на ты что за хамство вообще я вообще терпеть не могу такое отношение ты украл мое видео имел наглость и теперь ты в таком тоне со мной общаешься не чувак я не буду ничего отзывать и гуляю вальсом спустя какое-то время уже забыл забыл думать об этом он мне опять пишет сейчас он прочитаем назовем его для для проформы жорик окей привет пишу тебя по поводу твоего страйка на ю тубе как с тобой договориться чтобы ты его отозвал как с тобой договориться страйки раздаю не я а youtube значит было за что как ты считаешь ну то есть я уже изначально настроен против этого человека на я имею ввиду жалобу я молча я вопрос задал это ты так посчитал что я посчитал жалобу ты накатал ты накатал жалобу он мне говорит да ты не понял причина отвечаю он мне важно чтобы ты отозвал свою жалобу жалобу чтобы ты отозвал свою мне похер что тебе важно отвечаю я ты считаешь что ты прав ты имеешь наглость тут права качать после того как украл мое видео разместил под своим логотипом и зашибал на нем бабло вот такой два бакса два бакса е вот матюки я буду пропускать ты жадно е он пишет сука я ему отвечаю мне похер сколько ты украл мое видео было ты конченый а не блогер он мне пишет чума ты мне не впал я брал полтаву я ему отвечаю нахер пошел ублюдок вороватый базар окончен чучело мне пишет я ему вор иди пип на свой светлый образ обиженная по жизни оставайся со страйком я отвечаю имбецил вор а ты пип я говорю нет я нормальный человек не вор а ты вор и быдло ты на мнении ты без полтавы никому не интересен я ему отвечаю на каком мнении ты хрень несешь ты украл мое видео ты вор я вижу как твой канал развивается за что и наказан еще пип и другим палки в колеса суешь палки я ему в колеса сую по ходу дела у него канал состоит сплошь из ворованных видео ворованных картинок ворованный такой автомат я не знаю как называется для создания голоса для имитации голоса и он этим голосом даже не своим голосом он озвучивает вот эти ворованные видео и ворованные фотографии докажи покажи бла-бла он мне говорит докажи типичный аргумент вора когда доказывают он говорит что эти доказательства не канают ну как российская федерация примерно я ему так уже доказал тебе штраф дали лошара ты ленивый вот и не развивается твой канал на себя глянь клоун на себя глянь клоун ты ленивый при чем моя лень вообще при чем тут мой канал человек имеет наглость так со мной общаться после того как украл в нагляк мое видео вот как с ним после этого нужно общаться как после этого общаться с вором ну для меня это равносильно тому вот ватник российский который абсолютно отдают себе отдает себя отчет в том что его страна с его одобрения украла крым украла часть донбасса крадет вообще все что не попадя часть грузии украла приднестровье отжала была их воля они бы украли вообще все 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 что не прикручено не приклеено и при этом они еще наезжают на тех кто говорит что шо шо вы гады такие крадете у нас они на них наезжают имеют наглость вот такие они паскуды полтава разрешает брать свои видео вот я взял я говорю это мое видео не полтавы тебя на том видео и близко не было я говорю лол ты идиот короче я понял ты ущербный и завистливый я завистливый то есть факт того что я попросил брать у меня разрешение за на публикацию моих видео говорит о том что я завистливый понимаете это мое видео я говорю я его снял и я есть на видео полтавы и там видно как я снимаю и там я комментирую задаю ему вопросы и что он отвечает и это видео мое по всем тех параметрам короче ты лох ну я решил все с ним серьезно разговаривать нельзя его можно просто троллить и я заранее решил что ни на какие сделки там я с ним не пойду и свою жалобу не отзову в любом случае все дальше я уже просто с ним не знаю разговариваю развлекаюсь без полта в это видео мне пип не впало это понятно звезда он пишет мне в кавычках она еще думала что я жалобу сниму ахаха я уже его троллить начинаю такие как ты только запороть могут но не создать это я создать не могу я человек который делаю свой собственный контент показываю свое собственное лицо своим собственным голосом его озвучиваю это лицо создаю материал сам все снимаю то есть я не могу создать а он может человек который все крадет у него все крадено окей я ему отвечаю лошара я не могу меня это веселит я как раз создаю а ты воруешь больше ничего не можешь вор и тупица зато говорит он и это очень важно у меня 45 тысяч а у тебя 2000 понимаете абсолютная аналогия с российской федерации абсолютно зато у нас мощная армия зато у нас ресурсы зато у нас то зато у нас все а вы нищеброды а у вас там копейки получают а вы слабые у вас все отжимает ну где же ваша армия ну пойдите отберите полная аналогия я ему отвечаю резонно зато я клин не клянчу тебя снять страйк зато и не клянчу тебя снять страйк понимаете вот и все вот и все мои аргументы ну так сними свою жалобу не пари мне канал давай заплачу он мне говорит давай заплачу я ему лошара а что такое сколько хочешь денег за снятие жалобы сраку себя засунь свои деньги варьё ссана я ему отвечаю тогда даром сними вот это такой тип людей которые в реале себя представляют вот такое чмецу которая ничего не может боится показать свое лицо всегда прячется за кем-нибудь и из-под тишка всегда подворовывает а когда вот кто-то там большой сильный на него в детстве нападал он всегда звал там брата или папу или кого-то но никогда не мог себя защитить и все делал вот такой вот такой подлинг из-под тишка все подлинг это делаем тогда даром сними они такие липучие такие клейкие вязкие такие такие вот мерзенькие такие личности ему шоу шоу пёс вороватый мне скучно с тобой тебя жаба задавила так давай твою жабу покормлю 500 гривен хочешь он меня решил купить о боже меня так богато и жирно еще никто не покупал 500 гривен о господи сейчас доллар по двадцать семь 500 гривен пиши номер карты говорит сброшу деньги слушай полтава на моем канале никогда не был хедлайнером 3500 просмотров твое видео взял взял для заполнения информационного вакуума ну просто так он взял мое видео ну не корости ради а токмо волю пославший его жены как получилось то видео есть выдал его выдал в рекомендованных я его открыл посмотрел скачал я знать не знал что это видео не полтавы так как он разрешает перезаливать свои видео вот я перезалил все все его реквизиты полтавы были указаны в описании и кстати ты писал что предупреждал мол меня что страйк получу но почему-то они нигде сообщение от тебя не видел он не видел сообщение сообщение провисело несколько часов он его не удосужился прочитать после чего я кинул жалобу и спустя какое-то время ему выписали страйк я ему отвечаю ну смотри ты дурак дурак что не проверил авторство видео раз дурак что вместо того чтобы покаяться что украл мое видео случайно или нет меня не волнует ты стал быковать если бы ты начал с извинений я подумал и это правда а теперь мне думать нечего наказан ты заслуженно еще и денег предлагал клоун я посмотрел твой контент сплошь состоит из чужого полностью частями сшитыми как фронт кинштейн и озвученными голосом звукового бота звукового бота ворованного естественно естественно мне от тебя ничего не надо ты слишком борзый поэтому живи со страйком я ему отвечаю а ты посмотрел описание этого канала я этого никогда не скрывал что много на нем не моих видео то есть человек наглый до того что он даже не отпирается он прямо признают да я вор да у меня видео не не свои да я ворую да я зарабатываю на чужом контенте и что я прекрасно думаю youtube заинтересоваться заинтересуется и прочими твоими украденными видео скажи ты он думает опять как бы меня купить скажи ты тешишь сейчас свое самолюбие вот к примеру знаю один кунштюк кунштюк он знает благодаря которому канал зарабатывает на 30 процентов больше слушай какой бы то ни был какой бы ни был у меня канал это не отменяет тот факт что я над ним работал работал над ним благодаря чему и набрал подписчиков лёха фамильярность включая да понебратство такая лёха ну ты же свой парень ты же понимаешь мне отзови жалобу лёха ты отзови жалобу я ему отвечаю да ты тупее чем я думал посмотри на ответ на этот вопрос выше ну не всем же быть умными в общем и дальше мы еще припирались я его троллил насмехался над ним он в ответ огрызался мы друг друга посылали он ныл еще пару дней после чего ему надоел он меня кинул в бан это фейсбуке что я могу сказать по этому поводу я терпеть не могу воров я никогда их не любил не любил это мягко я терпеть не могу даже тех кто на равных подружески с ними общается если иногда в моих каких-то знакомых попадаются среди моих знакомых такие люди то я всегда им к ним отношусь с недоверием и большой большой осторожностью потому что воровать это вот верующий сказал бы грешно я просто скажу это очень плохо это погано это отвратительно воровство всегда приводит к каким-то тяжелым так сказать моральным последствиям когда человек просто начинает разлагаться как личность воровать это плохо ребята не воруйте никогда у меня был случай когда мне выписали страйк кто кто давно на моем канале тот знает за то что я поместил где-то минуту или минуту с секундами какими-то из программы один плюс один мир наизнанку в общем с комаровым путешественником у меня было такое я поместил кусочек мне дали за это страйк и полгода я не мог не прямых эфиров вести но собственно я тогда еще и не вел прямые эфиры и не мог еще там у меня ограничение не мог больше 15 минут заливать видосы вот был такой у меня грешок да это была моя ошибка такая вот через полгода меня так сказать с меня сняли этот страйк у него на канале два страйка причем один от НТВ он сам признался там дальше и один с моего канала от меня по моей жалобе это далеко не единственный не не единственные два его страйка потому что до этого он естественно создавал другие каналы у него были другие страйки банили его каналы сейчас на грани бана этот его канал мне абсолютно не жалко его абсолютно не жалко его канал я терпеть не могу воров и пускай его забанят кто-то скажет я безжалостный я я мерзавец нет я не мерзавец я человек справедливый я не люблю наглости воровства и наглого воровства в одном вот такое человек извините такие дела ребята не воруйте с вами был алекс йода увидимся пока пока